Глава республики побывал с рабочим визитом в Комсомольском районе. Михаил Игнатьев проверил, как в муниципалитете решают проблемы с очередностью в детские сады и развивают здравоохранение. Большинство из корпусов районной больницы в селе Комсомольском возведены в 80-е годы. Без капитального ремонта было не обойтись. Первый этап модернизации завершается. Скоро подрядчики сдадут работы в терапевтическом блоке и палеотивном отделении. За последнее время в муниципалитете обновили и немало ФАПов. От первичной помощи зависит многое, отметил глава региона. Каждый второй уже сменил. Люди должны быть здоровы. ФАПы нужны для того, чтобы профилактировать. По выявляемости лучше стало через диспансеризацию в связи с тем, что мы каждого ребенка же в течение года проводим медосмотр. В детской поликлинике, а также в лечебном и инфекционном корпусах капремонт уже завершен. Работы проведены качественно, отметил Михаил Игнатьев. Главная задача, чтобы модернизация больницы отразилась на эффективности оказания помощи пациентам. Здесь качество оказания медицинских услуг у нас должно улучшаться, не ухудшаться. И когда по электронной регистрации записывается, а по факту потом даже отдельно не даже оставляют телефоны, но не извещают, что они не придут, там пустой вакуум образуется. Капитальный ремонт больницы продолжится. Проектную документацию подготовят в ближайшее время. Глава республики проинспектировал и строительство детского сада в деревне Урмаево. Первый камень заложили в ноябре, но уже скоро приступят к отделочным работам. Вы успеете, что ли, там тепло подать? Успеем. Глазопроводы по огородам жильцов уже провели до заморозков. Остается поставить котельную и тут уже внутреннее газооборудование. А так газ, тепло, если когда рассчитываете подать вообще? Как будет в март месяц, если больно, трескучек не будет, то в марте месяце собираемся подать тепло уже и обогревать для проведения отделочных работ. Открытие детского сада намечено на июль. Наладить контроль за ходом работ глава региона поручил местным депутатам. Строительство объекта ведется в рамках партийного проекта. То есть, насколько я понял, никаких сдерживающих факторов нет. Все без боев ведет. По перечислению, по контракту, то, что 93 миллиона рублей обозначено, тоже можете не волноваться. Это гарантированная, как бы сказать, защита. Работа идет без боев. Строительный процесс останавливается только во время снегопадов. Сводом этого объекта в районе полностью решится проблема очередей в детские сады. Детсадовские группы в прошлом году оборудовали и в школе районного центра. Не стоять, не стоять, не стоять. Перед больно, не пусто, не сова ночью. Штат воспитателей полностью укомплектован. Ребята с интересом изучают свой новый мир. Кто умеет петь? Поднимите-ка руки. Самера, я слышу. О, а кто умеет плясать, танцевать? Все умеют, скажите. Да, это здорово. Привет папе маме, скажите от меня, я глава республики Михаил. Посмотрел, как для вас здесь условия сделаны. Пришкольные группы открывают и в других муниципалитетах. Это помогает решать проблему с очередями. У меня очень много маленьких детей. И мы тоже планируем детский сад. Мы рады, что открылся новый детский сад. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Что идете на ответственный шаг с супругами. Решаете, принимаете ответственные решения и рожаете детей. Во время рабочего визита глава региона поручил выполнить и просьбу коллектива школы. В этом году здесь установят новые пластиковые окна. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.